Это у нас Ахан. Сколько ему лет? Сколько ему лет? Шесть. Шесть. Значит, что мы видим с Аханом? Лучше, если... Подойди ко мне, пожалуйста. Подойди сюда. Потому что у него сколиоз сейчас развивается. Сколиоз развивается, и ему нужна корректировка. Просто возле дяди встань и все. Подойди ближе сюда. Дядя не будет тебе больно делать. Так, и... Хорошо. Вот так стоит. Тебе с ним надо бы работать. Вот так, повернись к нам. Давайте, посмотрите. Я сейчас буду говорить, что я у него вижу. Встань, пожалуйста. Встань. Значит, смотрите, ему семь лет. Давид, видно? Вот отсюда. Тихо, встань спокойно. Вот. Значит... А то мы записываемся. Вот так, когда он стоит. Окей. Что мы видим? Что у него тоже правое плечо приподнято. Мы видим, что позвоночник у него уходит вправо. Как у папы, кстати говоря. Мы видим по лопаткам, что правая лопатка стоит выше, чем левая. Окей. И мы видим, что здесь позвоночник уходит вправо, вот в этой зоне. Здесь нужно будет делать корректировку. То же самое с бедром. Правое бедро стоит выше. И мы предполагаем, что будет короткая правая нога. Окей. Теперь посмотрим на шею. Вот. Только если он не будет двигаться. Когда он двигается, мне трудно что-то сделать. На другой стороне смотри. Посмотри сюда. Ну, шею мы проверим тогда уже на столе. Ложись на живот. На живот ложись. На живот. На живот. Ну, давай, ты можешь. Давай. Ты же спортивный парень. Ложись на живот. Он занимается спортом. Ой. 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 Что мы ойкаем? Ты же не бабушка. Ложись лицом вот сюда. Что мы видим? Охана. Вот. Видите? То, что предполагалось. Правая нога короче. Теперь мы поднимаем, проверяем. С чем это связано? Вот. А у него это связано с крестцом. Не с бедром, а с крестцом. Делаем проверку. Добрый день. Значит, опять. Дирфилл тест нам говорит такую вещь. Что если нога короче, когда мы поднимаем. Окей. Если она не удлиняется по отношению к другой ноге, то это крестец. Если она удлиняется, то это бедро. Почему это происходит, это нужно долго объяснять. Это динамика тазобедренного сустава. Вот. Но в целом мы определили, что у него смещение крестца. Второй тест нам покажет, если его нужно корректировать вправо или влево. То есть я делаю такое движение на крестец. Вот. Мы видим, что нога удлиняется. Видите? У него носки видно очень хорошо, где пятки заканчиваются. Вот. Видите? А если я делаю движение влево, смотрите, что происходит с ногами. Видите? Разница, как говорится, тут трудно ошибиться. Вот. То есть здесь мы сделаем корректировку на крестец. Здесь нам нужна корректировка на среднюю часть позвоночника. И здесь мы проверим потом шею на спине. Окей. Все. Поворачиваю молодого человека на бок ко мне лицом. Ахан. Поворачивайся на бок, пожалуйста. Запоры. Запоры. Да. Может смещение крестца влиять на толстый кишечник. То, что мы называем колон по-английски. Вот. Будет легкий хруст, не пугайся. Слышали? Значит, это мы ему сделаем коррекцию крестца. Ложись на живот сразу. Полики позвоночник. Да. Ложись на живот. Ложись, ложись на живот. Тебя же снимают. Смотри, со всех сторон. Ложись, 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 ложись. Ложись. Мы его проверяем сразу. Вот. Что мы видим? Вот мы положим его ровно. Что ноги выровнялись. Окей? Сразу. Вот. Очень хорошо. У детей, как правило, это занимает один-два раза и держится потом долго. Окей. Поменяемся. То есть, мы видим это, что это потом, в следующий раз нужно будет проверить, может быть, через полгода, через год. Поворачивайся ко мне лицом. Поворачивайся ко мне лицом. Да, на бок. Поворачивайся ко мне лицом. Ага. Вот. И сдвигайся ближе ко мне. Сдвигайся ближе ко мне. Понимаешь? Теперь мы делаем корректировку на эту сторону, для баланса. Видите, хруста нет. Очень хорошо. Ложимся на спину. Вот. Даже если нет хруста, это хорошо сделать, для того, чтобы было стимуляцией второй стороны. Мы можем посмотреть сейчас на бедра, на вот эти части. То, что мы называем ильюм, чтобы они были у него сбалансированы. Посмотреть на длину ног с этой стороны, проверить, как работают ступни. У него зажатая ступня с правой стороны. Из-за того, что правая нога была короче, больше нагрузки тела сюда. Я ему освобождаю здесь сустав. Окей. Вот. И таким образом мы проверяем, что обе ноги здесь сгибаются одинаково. Сейчас они сгибаются одинаково. Ноги стоят ровно. Вот. И он сейчас начнет ходить сбалансировано. Здесь мы проверили. Здесь все выглядит хорошо. Здесь, видите, у него нет такого проблемы, как у вас. Зайфует нормально. Окей. Идем дальше. На позвоночник. Мы помним, что у него была проблема в средней части позвоночника, вот в этом месте. Не бойся. Делаем легкую коррекцию. Больно не будет? Так, хорошо. Мы это сделаем по-другому. Я сейчас проверю шею. Окей. Теперь, что я вижу с шеей, что второй позвонок, у него, если посмотреть на спинной процесс второго позвонка, он уходит у него сюда. Окей. То есть позвонок, он у него повернут таким образом. О чем это говорит, что ему нужно корректировать второй позвонок. Вот здесь, в этом месте будет легкий хруст. И сейчас позвонок, все в порядке. Сейчас позвонок уже стоит так, как нужно. Окей. И последнюю корректировку мы делаем стоя. Становись. Становись сюда. Становись. То есть бедра мы уже подправили, шею подправили. А здесь нам нужно подправить его в среднюю часть спины. Поставь руки сюда. Поставь руки сюда. Вот так. Мы с тобой сейчас будем вот так растягивать позвоночник. И вы послышите сильный хруст. Все в порядке. Порядки. Улыбавиться мужчина. Рот уже прошел. Да. Так. И теперь проверяем. Становись. Теперь проверяем. Видите? Что мы видим? Что в этом месте, если раньше мы видели какой-то перекос с лопатками, сейчас он у него уменьшился. Не до конца. Вот. Но он у него уменьшился. То есть здесь два-три раза с ним придется поработать. Окей. Но это поправимо. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, он немного испугался, когда я его поднял. Но у него очень сильно была зажата средняя часть. Поэтому такой был сильный хруст. Окей. Как самочувствие? Отлично. Все? Спасибо большое. Да. На здоровье. На здоровье. Вот. То есть... На самом деле... Редактор сэкономический способен к себе. Как на здоровье.